Более 100 будущих абитуриентов и их родители из разных районов Татарстана смогли посетить аудиторию вуза и получить информацию об учебном процессе из интерактивных презентаций, подготовленных студентами и преподавателями вуза. Директор института Елена Мирзон рассказала гостям об истории учебного заведения, о его структуре, реализуемых проектах и инновациях, которые осуществились благодаря вхождению института в состав Казанского университета. Этой встречи наши ребята ждали очень давно. Им бы хотелось узнать обо всех направлениях, которые представляет институт КФУ, чтобы сделать свой осознанный уже выбор. Центральным событием дня открытых дверей стало собрание, посвященное обсуждению правил приемной кампании 2022 года. Ответственный секретарь приемной комиссии Олеся Ошкина подробно рассказала присутствующим обо всех новшествах и изменениях. Так, например, следующим летом абитуриенты смогут подавать документы в вуз через портал госуслуги. А при успешном участии в межрегиональных олимпиадах КФУ у ребят появится возможность поступить вне конкурса. Также в ходе новой приемной кампании абитуриенты будут иметь более широкий выбор предметов для сдачи ЕГЭ, как и в прошлом году. Я получила ответы на многие вопросы, например, на кого поступать, куда поступать. И мне кажется, что я буду подавать оригиналы, ну, в общем, больше буду ориентироваться на Ялобужский университет. Очень хочется, чтобы моя дочь поступила в этот институт. Мы уже знаем примерно, куда мы хотим поступать, на какое направление, но сегодня мы познакомились еще с другими направлениями, и нам стало намного интереснее. Очень понравилась игровая форма, которая была представлена сегодня. Надеемся, что мы будем студентами вашего института. Приемная комиссия Ялобужского института КФУ продолжит работу с будущими абитуриентами в различных форматах. Все желающие смогут посетить университет в рамках экскурсий, либо знакомиться с особенностями приемной кампании в ходе еженедельных прямых эфиров. Также любые вопросы абитуриенты и их родители смогут задать по телефону и в социальных сетях. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универньюс.